Всем привет! Мы в примерочной Uniqlo. Сегодня меня потянуло на утепление, потому что у нас на самом деле очень похолодало. Я вообще очень легко одета, у меня тонкая блузка и пиджак теплый, но у нас люди уже в куртках сегодня все ходят, а я вот так вот оделась, немножко не по погоде, но вот поэтому принесла я с собой в примерочную, все такое, теплые, свитерочки, худи. Меня очень выручил мужской отдел, потому что в женском на самом деле как-то, я даже принесла брюки из мужского отдела, мы посмеемся сейчас с вами на видео, но я не знаю размеров в мужском, я в женском тут навсегда угадаю, смотрите, они такие с утеплением. Мне показалось очень прикольные, специальная какая-то ткань для утепления, такие с карманами, они прям такие толстенькие внутри, на резиночке, мне кажется, это очень классно. Вообще, я хочу сказать, что мне давно говорили про мужское отделе Вениклона, я как-то игнорила, потому что я же все пальцы, люпочки, вот, и тут я на свитерах сломалась, потому что я поняла, что свитера в мужском отделе Вениклона много красивее и дешевле, чем в женском. Шерстяные, шерстяные, кашемировые дороже, а шерстяные 50 долларов, в женском 60 уже они стоят, и такие цвета красивые всякие, я вот принесла вот такой голубой, это мужской, а там еще был такой зеленый красивый морской волны, я его потом уже заметила, но уже не стала нести в примерчину. Все, давайте будем примерять, теплое осеннее, нет, утепление, холодную сырую кофту, когда хочется закутаться в какой-то шерсть, в какие-то вот такие толстые кофты, мне прямо она очень понравилась, сейчас мы ее примерим, толстовка, ну толстовка тоже мужская, ну не важно, давайте примерим. Ну что я вам скажу, мне эта кофта нравится, единственное, что я взяла, знаете, смол был и ларч, а я хотела медиум, потому что я видела, что они не маленькие, вот мне кажется, я взяла смол, я не могу сказать, что она мне мала, она мне хороша, но если бы она была большая, вот медиум был бы в самый раз, ларч, наверное, был бы великоват, а вот это вот как бы, ну то, что она она должна быть такая объемная, поэтому как бы я бы сказала, что она чуть-чуть должна быть повыше, но это, если я не путаю, сейчас я проверю. Очень симпатичная кофта, конечно, она не, в ней 8% шерсти, по-моему, они из нескольких цветов, и, что бы сказать, мне она нравится, какая уютная, знаете, вот как разокутаться, застегнуться, одеться, и стоит она, не помню, сейчас я вам посмотрю, скажу, но, в принципе, очень приятная кофта, есть карманы, по-моему, цены, в общем, в размере побольше надо. Да, это, конечно, разносит смол, и это не очень хорошо, лучше бы было, если бы то был медиум, но ларч, может быть, был бы великоват. Значит, в состав ее входит 63 полиэстер, 29 акрил и 8% шерсти, стоит она 60 долларов. Что я хочу сказать, я хочу сказать, что кофта неплохая, очень приятного качества, приятные вязки, но, если вы помните кофту, которую я примеряла в КОС, за 150 долларов, там была шерсть и махет, шикарнейшая кофта, шикарнейший кардиган, такой же на пугольцах, с такими же карманами, очень похоже, только не резинка вязка, а гладкая. Так вот, я хочу сказать, если бы я уже покупала, да, я бы добавила еще сотню, даже 90 долларов, и купила бы тот, а не великой, потому что, если бы я вот этот покупала, я бы больше, например, 30 долларов за него бы не отдала, не потратила бы, тот Косовский все свои 150 долларов стоил от ИДО, а этот за 60 долларов, я считаю, что это ИДО. Вы знаете, я искала просто толстовку в женском отделе, я ее не нашла, это толстовка женского отдела, причем это размер ларч, но она довольно-таки не огромная, я бы сказала, я же думала, в мужском отделе ларч, она прям будет большая, нет, она не очень большая, единственное, что она довольно длинная, это хорошо, но мне кажется, что она должна быть шире и могла вполне быть экстра ларч. Я, знаете, не взяла экстра ларч, потому что я побоялась, у меня довольно узкие плечи, я подумала, что я в мужской экстра ларч утону, нифига, у них очень маленький мужский отдел, размер, я не очень, не то, что я там уже какая-то дерьмовочка, но я довольно маленький рост, у меня узенькие плечи, я не такая уже такая гигантская женщина, и вот представляете, что в мужском, то есть на какой-то такой у них мужской, на какой-то молодежь рассчитанный, я вам скажу, что мой муж, например, не влез бы даже в экстра ларч, ему, наверное, было 3 икса, хотя он очень-очень худой, стройный, подтянутый, но у него широкие плечи, он высокий, то есть вот мужское я не клоу, совсем, сын еще мой, он тоже высокий, но он очень худенький такой, тоненький мальчик, хотя плечистый тоже, но он еще может это носить, а мой муж бы, наверное, просто вот, это все потресно на нем. Но, в принципе, я вам хочу сказать, я хотела однотонную, просто толстовку, я не нашла в женском отделе вообще, а в мужском я нашла какие-то тематические, у нас сзади картинка какая-то, я вам покажу потом, здесь вот какая-то вот тут вышивка, это что-то, какая-то у них коллекция, связанная с чем-то, там, что-то Нью-Йорк, что-то такое, я потом посмотрю. Ну, вот такая вот толстовочка, но я вам хочу сказать, что, в принципе, вот, она, ну, нормальная такая, она не выглядит огромной, объемной, то есть, если вам нужна такая толстовка, не большая, а вот, например, надеть под пиджак, давайте попробуем. В принципе, это старая мода, это уже совсем не новость носить толстовки с пиджаками, с жакетами, именно вот такой вот, как на мне, сейчас я вам покажу, видовый такой склет, жакет зимний, да, и вот под него толстовку, капюшон на выпуске, это такая вот мода, появилась она лет пять, наверное, уже назад, и, ну, до тех пор, как бы, так носить, я не могу сказать, что-то вышло из моды, мне нравится, я люблю такое, вот так вот, кежу и жакетик, знаете, как будто. Так вот, я что хочу сказать, вот под такой, допустим, под жакет, вот такая толстовка не очень большая, но длинная, вот это хорошо, вот это классно, и цвет такой приятный, они еще были как вот синие, по-моему, черные, но вот это мне понравился светлый, очень симпатичный, я даже сейчас распущу свой хвост, девочки, потому что я, вы удивляйтесь, почему я всегда при мерке делала с распущенными волосами, потому что вот через две вещи я примерила, ага, ну, собственно, одну кофту-то я чем-то голову не надевала, а вот эту водку, и я уже вся, у меня уже все это коммунизала, какой-то ужас, я как чучело огородное сейчас распущусь. Окей, значит, как вы видите, это large, то это на 60 долларов. Слушайте, знаете, для толстовки это как-то, наверное, ветчины можно найти дешевле, не знаю, короче, 100% плоток она, видите, это какая-то тематическая, тематическая New York City Pop Icons, не знаю точно, что это означает, но New York City я знаю, что означает, кстати, мне в тему, я только что оттуда, если вы смотрите меня, то вы знаете, я наберела там кучу шортс про разные нью-йоркские там места и так далее, смотрите, там интересно, я не делала такое большое видео социальное про мою поездку, потому что это долго, нудно, никому не буду это смотреть, а вот такие коротенькие видео я сделала, и, в принципе, они такие прикольные. Так, значит, здесь вышивка это какой-то, ну, погоди, крокодил, ну, это, нет, конечно, потому что это шли связано с Нью-Йорком, и на спине вот такая вот телевизор, типа, наверное, и прожекторы, и написано фан, и, в общем, чтобы это не значило, чтобы это не значило, но мне нравится, что у нее вот она сделана, видите, у нее внутри, она такая не ворсистая, а вот такая вот хлопковая, это, кстати, более дорогие, может быть, поэтому она дороже, это более дорогие толстовки обычно, ну, и она такая не очень толстая, не очень теплая. И снова здрасте, я сейчас уже, я уже русалка, я не могу с хвостами, все путается, волши ужасные, у меня нет расчески, поэтому я, если не ругать, вот такой свитер, он в женском отделе висел, мне кажется, что женский ларч в Юникло больше, чем мужской, потому что, посмотрите, какой он просторный, я специально взяла побольше, вот с такой вот рисунком косой, толстами, косами, господи, что где я заплетаюсь, они есть разных цветов тоже, что хочу сказать, он висел в женском отделе, но я помню, что в прошлом году, я такой свитер, он тоже такой синего цвета, примерял мой сын, они сейчас, кстати, тоже из синего цвета, и мы еще думали, купить ему, не купить, он приехал туда на каникулы, на Рождество, и мы ходили в шопинг, у меня есть видео, кстати, про это, посмотрите, хотите посмотреть нового сыночка, посмотрите прошлогоднее видео, Рождественское, по-моему, где-то в районе Крисмаса, так, и вот точно такой, точно с таким же рисунком, с этими косами, он его забарковал, он не любит это все, он не укладкая, но мне нравится, очень нравится, симпатичный свитер, такой casual, тепленький, очень даже симпатичный, мне даже очень он вполне, и размер хороший, большой, такой шок, просторный, ничего не жмет, не дарит, хороший свитер, красивый, и вот с этим свитером, я решила примерить, вот такую вот куртку, бельветовую, это тоже из мужского отдела, так, я прервалась, связанно телефон, бельветовая куртка, с такой искусственной методикой, подкладкой, причем методикой всей куртки, не только вот воротника здесь снаружи, тоже она мужская, они есть двух цветов, есть такая коричневый, шоколадный, красивый цвет, есть такая желто-бежевая, кстати, у моего сына тоже такая желто-бежевая, чуть-чуть я, все, брызуночка вспоминаю, скучаю, наверное, вы знаете, мне нравится этот стиль, она как будто сшита, как будто же джинсовая куртка, и она такая в меру длинная, не очень длинная, как в мужском варианте, я думаю, она вот идет вот так вот короче, для меня, у этой малявки, она в принципе вот такой вот до сих пор, вот такой длины, хорошей длины, вот видите, свитер даже не торчит с поднял, ну, в общем, нравится мне такое, очень кежево, очень просто, очень такой незатейливый, и даже, я бы сказала, ну, ну, прикольно, не знаю, я люблю, вот видите, как-то я открыла для себя мужской отдел, и попозлась там, что называется, так, что же, у нас, ничего себе, она стоит 100 долларов, вообще, конечно, так, и у нас она состоит, 99% котон, хлопок, то есть, ну, это, белье, понятно, и, конечно, внутри плестор, ну, понятно, что это, мурашка, ой, как дорого, 100 долларов, ну, не серьезно, как бы, ну, то есть, она мне нравится, но, какая цена, рукава, кстати, у нее меха нету, это очень удобно, это очень продумано и прошло, потому что, очень трудно надевать рукава, когда вы письме, а так, везде, везде есть, да, ну, что, цены меня расстраивают, прям, сильно, совсем расстраивает, а главное, знаете, что, нигде не написано, что это, мурашка, женская, правда же, нет, нигде не написано, я никуда вообще удавилась, такой у меня не секс, полнейший, у них вся одежда, мальчики, девочки, крон платья, конечно, хотя в наше время, может быть, все, ну, и этот свитер, он у нас, тоже, 50 долларов стоит, в отличие от всех остальных, которые сейчас по 60, мне кажется, потому что он мужской, в мужском отделе, все дешевле, просто они его положили, в женский отдел, просто они все продают, сейчас одинаково, значит, у него 5% шерсти, все остальное, акрил, полиэстер, но вы видите, вот такой вот, симпатичный рисунчик, есть такой синий, но синий вот именно, больше мужской, а этот такой более женский, хотя, честно говоря, я думаю, что он все-таки мужской, по теме, и в принципе, знаете, девочки, которые вяжут, это можно связать прекрасно самому, единственное, что я не знаю, вот я не вяжу, ниток не покупаю, вот скажите мне, купить ниток, ниток на такой свитер будет стоить меньше 50 долларов, если это будет, ну, вот такой же состав, примерно, где-то там, чуть-чуть, чуть-чуть шерсти, все остальное полиэстер, это будет стоить дешевле, чем 50 долларов, нитки, вот такой вот свитер сзади, кстати, он вот такой, вот только вот такая вот, я вспомню, все эти косы, это все спирит, мне, если честно, я, как бы, кажется, что за 50 долларов, может на 10 долларов дешевле подставить нитки а сколько работы я знаю что резание удовольствие поэтому как бы наверное это не проблема ну что ж еще один свитер чисто шерстяной из мужского тоже отдела премиум премиум шерсть премиальная шерсть тоже размер large тоже не небольшой совсем совсем небольшой а очень даже я прям даже не знаю что же мне в женском тогда покупать или у них такие маленькие размеры или что но во всяком случае вот такой очень красивый цвет такой приятный красивый цвет женского все какой-то серо-черно-бежево-коричневое есть такие красивые приятные расцветки хотя я думаю что в женском цветные раскупили просто а мужском более цветные зато расстались потому что мужчины предпочитают более цвета типа серый коричневый черный хотя этот цвет тоже очень не то что он там как-то яркий или что он очень спокойный очень нежный такой пастельный я бы сказала даже приятный серо-голубой очень приятный цвет и очень приятное качество не колется не кусается очень замечательный светорок хорошие такое качество приятное небольшие плечи рукава не длинные но чуть-чуть мне всегда рукава длинные в женском тоже поэтому это для меня вообще не вопрос и вот такой вот вот такой вот чудесный цвет я померилась своим джакетом он очень подходит по цвету посмотрите прямо как будто все прямо как будто специально подбирала точно подходит ну в общем вот такой вот синий голубой серый светорок хорошо с джинсами хорошо вот такими знаете но нельзя такого цвета единственное что у него немножко низкая пройма в этом жакете такая она не пускай пройма в этом я мне кажется что очень удобно и но в принципе жакет более широкой проймы будет очень хорошо девочки эти брюки это просто находка это мужской отдел это размер медиум они такие плащевка снаружи но они утеплены внутри у них такая подкладка из флиза выходите найдите такие женские и женские не найдете а в мужском единственное что они видят такими шароварами и я в своих босоножках конечно это выглядит смешно хотя босоножки походят к свитеру так что вот все продумано но я вы чувствуете они такие классные я прям их хочу и мне они нужны на нашу зиму канадскую принципе они сделаны так вот здесь пояс там же завязка внутри простите за демонстрацию уже сейчас в общем я вам покажу когда а вот еще на внутри такие завязочки сзади у них резинка еще на талии то есть они прям такие большие даже немножко некогда великоваты вернее все-таки это мужские брюки да нету не хватает не не буду горячего когда она вы поняли но в принципе не смог наверно не будет наверное смол не будет я вот таких женских не видела серьезно вам покажу они внутри утепленные а снаружи этого не видно они выглядят как будто бы они просто обычные брюки не такие как шаровары такие с резинкой зайдем на карманы и большие женские такие не делают может и делают но опять же нигде не написано что это мужские просто они на женскую мне кажется нам не джинсы все проверить на ту сторону шире смотрите ну кто сказал что они мужские вот у меня мои джинсы да за женские джинсы женские сто процентов зари женском отделе вот они ширинка на эту сторону и в этих тушу сам женский что я не глупо просто дури на висят мужском отделе вообще конечно ну короче ну короче они женские еще я думала сейчас поржу над мужскими брюками на мне а вот оказывается вот такие вот брючки класс на нашу погоду на нашу зиму вот так смотрите они называются хитек это у них какая-то технология специально стоит они тоже 60 долларов не дешево но это медиум размер а еще почему я думаю что они женские потому что они по длине хороши знаете мужские мне были длинные пойти ну не знаю вот написано что значит утепленная подкладкой jogger брюки ничего не написано мужские женские вот такая вот у них внутри приятная приятность все брючины сверху донизу за 9 лизинка сделано и сверху донизу они полностью вот утеплены вот такой вот подкладочкой покажет обороте кармашка сзади карманы какие большие в общем классно все-таки наверное женские а еще цена знаете что женские у них дороже мужские вряд ли стоят 60 долларов на брюки ну в общем загадка загадка но в принципе конечно вы очень симпатичная хорошая какая-то специальная господи по-французски что это специальная значит у них состав сама ткань 68 процентов хлопок 32 плестер а подкладка ну вот плестер акрил район ну вот ну конечно и кстати вот выйдя уже из примерочной хотела вам показать специально засняла я наткнулась на брюки на которых четко было написано что это женские woman и но они такие без утепления просто обычные такие брюки но на них вот было написано что они женские то есть принципе у них есть именно женские и наверное мужские ну и свитер 50 вы видите написано премиум лэпс ну это как премиальная шерсть и да здесь тоже написано сто процентов шерсть размер large ну вот такой цвет хороший цвет приятно ну что же такие у нас сегодня были примерки теплых зимних веществ и честно один цвета ручки вынесла с собой потому что совсем на улице так холодно а я совсем-совсем в тоненькой тоненькой блузочке не подумала так оделась так что я поставлю этот голубенький наверно бы вынесла бы с собой но мне не надо поэтому я как бы может подумать все ради девочки будем прощаться надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно подписывайтесь очень люблю вас всем привет из канады пока-пока-бай